всем привет настал апрель и у нас появились бесплатные ассеты я пришел с работы сразу увидел и теперь давайте посмотрим что вообще нам предлагают это во первых у нас будет стилизованная глиняная лесная деревня не очень похожа на глину скорее всего на пластилин в общем вот так вот все это выглядит давайте взглянем на ее что она еще и себя представляет для чего сделали конечно в темном ночью так скажем даже непонятно давайте попробуем так нормально солнце выставим освещение дали пролетимся вот такие вот домики деревья качающие пеньки что это грибы видимо ромашки и так далее давайте посмотрим что у нее под капотом очень шикарная сетка просто идеальная под нанит все идеально почти что-то летает быть такое непонятно было давайте по шейдером у нас я предполагаю это это white как будто бы от облаков тени идут и видимо вот этот материал очень много съедает но естественно это вода дым не знаю возможно какая-то игра 3 от 3 топ-даун так скажем расположение может быть и зайдет настраивается лоды нужно будет обязательно либо использует на нет и перейдем ко второму это у нас готический собор выглядит шикарненько конечно очень заброшено такой постапокалипсис ну давайте загрузим его это у нас готик кафедру так давайте включим уровень готик кафедру сейчас он прогрузится запустим какая-то уже ошибка вылезла непонятно откуда так здесь у нас уже башня не за для чего и как ее использовать не лестниц даже не дозорная башня хотя там есть вот место под лучников да то есть как-то расположение можно выставить так но здесь landscape по качеству вроде ничего выглядит трава камешки так дальше мы проникаем на кладбище имеется вот такие вот фигурочки различные плиты типа мазолея какого-то я сожалению проникнуть туда сейчас не могу так ну и дальше у нас уже проход собор даже какой-то так я и здесь даже пролететь не могу а для чего сделали тогда персонаж туда не зайдет так поищем другой вход другого хода и нет видимо есть но я пройти тоже не могу окей давайте снаружи сначала посмотрим вот таким крестом плюс две башни ну и вот там большие такие есть эти отступы здесь я тоже не пролечу да здесь коллизия какая-то стоит видимо коллизию забыли убрать два каких-то хотел сказать всадника пост апокалипсиса ну видимо это ангелы защищаемые защищающие ну и у нас вот такой вот мост давайте посмотрим из чего он состоит хотя бы так ну полу колонны окей из чего состоит у нас здание так но здесь одна большая башня далее накладываемые элементы в общем но сборная можно собрать как вам будет интересно так запустим нанитовая сеточка как обычно почему так много не понимаю но подвисает прям жутко но все понятно landscape там видимо что там туман вот если так смотреть то мы видим эти все кубы но само здание принципе нормально но единственное есть вот эти окна но это нормально короче понятно жуткая сеточка ну и landscape к сожалению такой же туманчик третье это у нас древний голем такого летающего вида где-то какого-то мультика похожие было штука но только не голем в общем скопировали плюс чуть-чуть апгрейдили давайте взглянем как он что из себя представляет так но здесь у нас он в разных позах если мы запустим а это анимация так но судя по анимациям это обычный персонаж то есть анимация стандартного персонажа к анрио 4 так ну окей что здесь лежит здесь они оторвали и здесь оторвали его сердце и кстати смотрите у него анимируется вращение здесь здесь тоже анимируется вращение и шара и вот эта окружность по сеточки у нас для персонажа в принципе нормально но кстати я вот это не заметил что крутится по материалу что у нас на отлично так что если вам нужен такой вот интересный персонаж можно его использовать далее у нас водяная мельница но то тут еще природные какие-то составляющие и какой-то грот с деревом внутри интересно взглянем на это так это у нас наверное вот здесь нет это по отдельности у нас часть запускаем у меня что-то начал прогружаться подвисает так давайте аналит я пока включу посмотреть какого размера здесь она здесь небольшого ну чё чё происходит ладно окей камни это нормально вот здесь что за сетка то почему она такая жесткая в общем разработчики решили не оптимизировать и не ретопить это все просто на нет понадеялись в общем решили так сделать так вроде мы с этим закончили но здесь естественно с капли какие-то а все остальное прям отличненькая зелененькая шикарно смотрите хотя здесь очень много освещения что у нас тут стоит по на нету нету нет на нет а здесь нет видимо видимо решили не делать на нет так и оптимизация давайте посмотрим на освещение карту освещения так это я не то включил два раза промахнулся ну смотрите их беленькая но здесь вот чистое торможение из-за освещения идет можно было поменьше освещение накидать потому что белые сами понимаете это глобальные проблемы желательно где-то в середине что-нибудь зеленые желтые красные на максимум и у нас пятое это клауд бывает эта система освещения облаков давайте посмотрим что она из себя представляет в общем здесь мы можем задать цвет нашему облаку давайте какой-нибудь зеленый как видите да на сзади фон появляется такой но как будто бы свет от него идет и можно увеличить интенсивность как вы видите прям ярко сделать также радиусы если вам не хватает вот она как раз таки здесь вот такая какое-то смещение принципе ничего так выглядит давайте перейдем сюда какой-нибудь красный получится у нас нет так красные облака но тоже самая интенсивность задний фон конус радиус длина конуса так но и дистанция обреза тоже мы принципе можем справа где-то заметить вот здесь вот она так ну и здесь у нас динсенс то есть вы можете регулировать дистанцию некоторого затухания и дальнейшие настройки делать но и дальше у нас здесь есть позже показывает как туман освещается тоже при принципе шикарненько здесь вот зеленый здесь фиолетовый и здесь у нас крутится вам по и зеленый красный синий и все переливается прям шикарно выглядит если вы хотите сделать дискотеку вот вам как раз таки вот эта штука и нужна так но на этом мы вроде бы все посмотрели что вам больше всего из этого понравилось пишите в комментариях до скорой встречи всем пока